Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, влог. Влог начинается с утра, и у меня сегодня необычный день. Мне сегодня нужно сдать, пойти анализы, кровь и завтракать нельзя. Но я думаю, водички попить можно. Водички попила, уже счастье. Обычно с вами делюсь какими-то я своими находками, фильмами. Вчера я вам рассказывала, стала смотреть. Покажу. Фильм называется «Сансара». Сансара до шестой серии, можно сказать, досмотрела. И стала вчера искать, что за слово «сансара». Оказывается, какое-то это известное слово. Я о нем ни разу в жизни своей не слышала. «Сансара», круговорот рождения и смерти в мирах. Ну, в общем, смысл в том, что результат неведения в понимании своего истинного «я», неведения, под влиянием которого индивид или душа принимает временный или иллюзорный мир за реальность. В общем, всё так сложно. Я вам объясняю. Фильм так, сразу скажу, что, допустим, если вот до этого я вам советовала фильмы о нелёгких восприятиях и легко смотреть, и быстро туда как-то включаешься, то этот фильм такой с размышлениями. В главной роли деревянка. Деревянка, мне очень нравится этот актёр. Игра его нравится, бесподобная. И в Кристина Асмос, ну, много, в общем, известных людей. Практически каждый актёр там известен. Смысл в том, что в результате того, что человек чуть ли не погиб, но я не знаю, я ещё до конца не досмотрела, у него не наступает завтра такой день сурка, а он в противоположном направлении движется, то есть назад, в прошлое на один день. То есть каждый день он просыпается на день раньше. У него был день рождения, и после того, как он упал в воду, наступает следующее утро, и он просыпается на день раньше, до своего дня рождения и так далее. То есть движется дальше. Вот. И, то есть, получается, у него нет завтра. Ну, он там психует и то, и всё. Ну, вроде бы, казалось бы, фантастика, да, и, казалось бы, там, что-то должно быть с юмором или ещё что-то, но нет, здесь этого нет, здесь именно вот идёт какое-то размышление о жизни и о том, что мы все ждём. Я вам уже про это, кстати, много раз говорила. Завтра многие вспоминают о том, что было вчера, а живём мы сегодня. И, то есть, мы никогда не попадём мило вчера, ни в завтра, вот сегодня, в данный момент. То есть, у нас есть только сегодня. Понимаете? Вот в чём главное. И смысл в том, что ты должен это прочувствовать. В общем, такой как бы философский, поэтому не каждому зайдёт. Вот если кому-то зашёл, то напишите, я имею в виду, понравился или не понравился. Тим, как я вам сказала, ну, можно на такси ехать в прошлый раз. На такси ехала, но с утра хочется прогуляться. Посмотрите, как у нас сейчас расчищают дороги. Хорошо хоть трактор проехал здесь, видите, следы. И очень щедро посыпали чем-то дорогу, потому что минус 6. Минус 6 градусов с утра. Ну, такое. Бодренькое утро. Сколько у вас градусов, напишите. Ну, девочки, как же важно заранее проверять талончики. Представляете, у нас же много поликлиник. Мне талон давали в женской консультации. Я не посмотрела, но я туда и иду. Хорошо, что посиди не пути. Я думаю, дай-ка я гляну кабинет. Смотрю, а там вообще другой корпус. Это вообще другая сторона от нас. Не моя. И, в общем, я бегом на такси. Хорошо, что этих пробок не было. Где выход там? Запуталась. Но опоздала, разумеется, на 5 минут. А здесь сейчас все четко. По талонам так быстро сам по себе не пройдешь. То есть у них высвечивается время. У меня 8.24, я приехала в 8.30. Ну, хорошо зашла, объяснила ситуацию. Приняли, кровь взяли. Ну, это что-то с чем-то было. Понимаете, когда ты понимаешь. Ну, то есть я иду с расчетом на то, что там мне еще 15 минут дойти. А на другую сторону, ну, те, кто в Зеленограде, понимают. Мне надо было в 14 микрорайон, а тут оказалось, что в 9. Кстати, я не была здесь. В этой поликлинике. Большая поликлиника довольно-таки. Фух, это вот на стрессе какая будет кровь на гормоны, мне интересно. И кто-то написал, что на гормоны не дают бесплатно талоны. Но у нас дают. Вот мне дали на все гормоны, какие там нужны. Бесплатно, видимо, наверное, по показаниям. В общем, у нас дают. Получается, что сейчас через железную дорогу от моей стороны, куда мне надо, слава богу. Сейчас смотрю, через одну минуту будет автобус. Потому что переходить на железную дорогу можно было бы так, конечно, легко. Но это все время. Все время. В общем, слава богу, что сейчас в нашу сторону пробки нет, потому что все едут в обратном направлении. А мы еще с Оксаной договорились там встретиться вообще в том районе. Она сейчас позвонила, и она меня ждет уже. У меня первый завтрак на работе. С каким удовольствием я его съем. Ну, кстати, еще такого какого-то чувства голода совершенно нет. Обожаю вот этот вот Данисима с шоколадной крошкой. Единственный вкус, который я могу есть. Ну, еще есть с апельсинкой. На улице идет дождь. Я на Ваутберрисе заказала огромное количество всякого товара. Оксана себе какие-то туфли заказала. Идем. Слышь, за покупками теперь. В Ваутберрисе место магазина. Ого, сколько здесь разных коробок. Четыре, шесть и шесть. Мальчик вам? Ну, наверное, мальчик. А какие еще есть, чтобы поместилось все? Ну, мальчик поместится. Швабра сраспылитель. Классно. Мальчик, все поместится. Доктор Пэм. Море всего. У нас, смотрите, сет для танцев. Видите, какие примеряет. Красивые. Не, ну так вроде неплохо смотрится. Не, не, они удобные. Самое главное, чтобы потанцевать могла. Сейчас. Мягкие самые. Это какой размер-то? Сороковой. Сороковой. Ну, так смотрится вроде неплохо. Заехали с Оксаной по страховке. В риса гарантии. В общем, зашли с Оксаной. Здесь столовая есть в риса гарантии. Ну, так это. Ура, компот прозрачный. Естественно, для работников молодцы. Давайте с рисом. Спасибо. Сделали такого столового. То есть здесь ничего ты выбирать не можешь. То есть ты захочешь из готового, из двух блюд выбираешь, что есть. Самый главный хлеб не ограничен. Внезапный обед сегодня после работы у нас с Оксаной. Пирог. Еще пирог. Смотрите. Тут все равно с апельсином. Пирог с апельсином. Прикольно. Оригинально. Мне нравится здесь рис. Он сделан не как каша, как у меня обычно получается. Ну, такой рассыпчатый. Как они его так варят. В общем, Оксану и попросили багажник открыть. В общем, чтобы вот страховку получить, со всех сторон должны все запротоколировать. Узнать страховой. Смотрите, что делается с машинами. Машины все обледенелы. Еще идет ледяной дождь. Сейчас потепление. Сейчас сколько, Оксана? Минус 4 показывает. Но на улице идет ледяной дождь. Вся машина во льду. Сегодня таким, как я, на улице противопоказано выходить совсем. Вот здесь везде тонкая-тонкая корочка льда. То есть вот ты идешь, ты везде скользишь. Только вот здесь вот чуть-чуть посыпано, и то здесь замерзает. У меня дилемма. У меня вот этот огромный пакет с Ваудереса и пятерочка. И нужно зайти, взять продукты. С таким пакетом сейчас у нас нигде оставлять пакеты нельзя. Но в принципе, никто нигде не смотрит. С чем ты там зашел с пакетом? С пакетом ладно. Пойду. Неохота заходить домой, заносить. Хочу сделать. Сегодня подумала, думаю, что приготовить. Просто уже надоело все. Задалась я, знаете, какой вопрос? Думаю, когда вот я в ресторан, если прихожу, то какие блюда я смотрю? Чаще всего бывают какие-нибудь макароны вкусные. Поняла, что давно не готовила карбонару. Я даже, по-моему, думала, что и права какая-то есть. Маги для карбонара. Все, сейчас зайду, возьму спагетти, сливки. Что там еще надо? А, бекон. Бекона, наверное, скорее всего, не будет. Не знаю. У нас здесь пятерочка. Она очень маленькая. Жилого сектора практически нет. И у них очень-очень скромненький ассортимент. Ну, надеюсь, что бекон будет. Недавно здесь все переместили. Раньше хлеб был в самом дальнем углу. И очень часто портился. Люди не доходили до него. Сейчас они переставили, полки поменяли. Так, если я себя положу в свою сумку, это не будет сильно большой наглостью. Макароны мне нужны. Макароны мне нужны не простые, а спагетти. Спагетти. Макфа неплохие, но и барила вкусная. Такая спагетти, да. Так, пачка спагетти есть. Так, грандинка. Грандинка. Ну, в принципе, нормальный ассортимент здесь. Самое необходимое есть. Есть ремитовская. Есть велкамовская. Какая разница между ними, кто знает. В общем, еле до дома дошла. Очень-очень скользко. Очень скользко. То есть, к подъезду невозможно подойти прям. Ледяной нарос. Так, что я сегодня буду делать? Бекон. Взяла. Помидорки. Взяла. Сливки вот такие выбрала. Я обошла четыре раза вокруг магазина. По магазину, прежде чем нашла. Они сейчас меняют полностью выкладку в магазине. Перенесли все продукты в другую сторону. И теперь ходишь, ищешь, как дурак, не знаешь, где найти. 927 рублей. Что-то 1 рубль. Любой напиток из кофемашины за 1 рубль. О, кофе можно на халяву. Значит, надо не выбрасывать. Мы иногда заезжаем перед работой. Пол третьего времени. Так, сегодня, потом вам покажу. Я хочу обзор снять. Многие, но это позже будет обзор. Швабра с распылителем. Сейчас снимают эти обзоры. Вот это дело потом вам тоже расскажу. Со скидкой можно купить по хорошей цене. Вот это прям, я еще раз говорю, бомба. Тоже сейчас распакую. Потом покажу вам. И вот это тоже, конечно, феерическая вещь. Но надо сейчас будет разбираться с инструкцией, что там и как. Это вот писали, Лена, заглушки возьми для своих сережек. Заказала на Валберсе, копейки стоит. А это, если, знаете, у кого вросший ноготь есть, смотрю, Нелли вот всегда пользуется. Уже взяла себе тоже такую штуку, чтобы была. Вот такие вот у меня сегодня на Валберсе успехи. Как говорится, сейчас переодеться и с новыми усилиями пойти и такой сделать рывок по хозяйственной части. Хочу сейчас тоже поперестирать весь тюль дома. Ну, в общем, нужно готовиться к весне. А к весне, знаете, появляется какая-то такая жажда деятельности провести весь дом в порядке, чтобы был и чтобы все блестело. Я сейчас подсела, вы не поверите, подсела на обзоры по Валберсу. Вот это вот все следствие того, что я смотрела эти обзоры. Прям от штор там женщина была, девушка, в таком великом восторге. Потом еще видела рекламу какого-то столика. У меня вот такой столик для компьютера, а там именно такой красивый столик для зала. Ну, небольшой, соответственно, тоже удобно его переносить. Я бы его вот сюда, допустим, задумалась. Или вот сюда, как бы напрашивается место здесь пустое. На него ваза, очень красивый уголок смотрится, когда все это делаю. Либо вот сюда бы куда-нибудь тоже поставила. Я, если найду эту вставку, я вам вставлю, насколько это офигенно смотрится. Но и он легкий, и вот сюда тоже очень классно было бы его поставить. В общем, супер. Ладно. Для начала нужно просто переодеться. Потому что я сегодня вот в таком вот костюме спортивном ездила на работу. Потому что у нас там работа такая, что нужно что-то выставлять. Туда, в общем, одеваться некуда. Глажка продолжается. В общем, вот такая штора. У нее, знаете, ткань. Я бы, как сказала, как брезент. Вот иногда бывает на даче мы что-то укрываем. Ну, то есть водоотталкивающая. Водоотталкивающая. Искусственный лен. Водонепроницаемый внутренний слой. Вшитый утяжелитель внизу. Высокая плотность. В общем, сейчас хочу все это дело прогладить. И повесим с вами. Давно хотела уже. Так, а утюг у меня здесь на максимуме. С какой стороны? Погладить надо попробовать. Не максимум. А, вот с этой стороны. Да, хорошо обмаживаемся. Сейчас красота будет. Очень классная штора. Я долго не могла определиться с светом, какой я хочу. Но вот этот вот светлый очень хорошо. Видите? Внизу она не задирается. И, ну, я имею в виду, она плотная. Она плотная. Вот этот вот слой у нее водоотталкивающий. Плюс тут еще вот эта штучка. То есть можно сделать сейчас очень красивые волны. Сейчас сделаем. Смотрите, как красиво она смотрится. Мне очень вот этот, я говорю еще раз, понравился зажимчик. Но будем тестировать, конечно, ее, как она еще будет мыться. Все-таки иногда полезно смотреть блогеров. Еще перчатку вот такую какую-то подарили. Ну, перчаточка тоже пригодится. Сразу, знаете, вот за счет светлого цвета сразу стало светлее. Потому что до этого была темная штора. И казалось, что в ванной темно. А сейчас посмотрите, какая прелесть. Вообще, красота. Ты какой-то сейчас у меня предмет делал. Я сижу, монтирую видео. У меня Ваня надо мной мне песню спел. Мой штатив тут уже, я не знаю, что он тут делал. Я Уиса Пресли из себя изображал. Что только не делай. А это я основываю хумно-народную культуру на разу в России писала. Нет, а самое, что интересно, знаете, что я в наушниках. Я ничего не слышу, чего он там меня промотал. Потому что мне нужно смонтировать видео. И я тороплюсь. Так, ладно. А сейчас самое главное. Мне нужно разобраться с массажером. Ну, в смысле, не с массажером. А вот с этим аппаратом, как правильно. Потому что у меня всегда с техникой очень плохо. Кстати, я сейчас покажу, как мне сегодня взяли кровь. Кто еще умеет так брать? Расскажите. У меня так в первой жизни взяли. Потому что они не могли найти вену и укололи сбоку. У меня уже такое было. У Вани. У меня уже такое было. У меня все в синекарте было. Это вот я ничем не мазала, ничего. Это вот такая вот реакция на то, что кровь сегодня взяли. Потому что внутрь там как бы, ну, обычно берут с середины. А с середины у меня вены плохие. Там никогда взять не могут. И, в общем, так вот. Так, в общем, ладно. У меня сегодня такой этот настрой на уборку. Вот эти вот салфетки. Меня в прошлый раз все спрашивали, Лена, ссылку. Я ссылку оставляла в комментарии закрепленном. Но люди не умеют пользоваться ссылками. И не знают, где их искать. Сегодня я еще раз покажу. Но, правда, быстро заканчиваются. Сейчас хочу разобрать. Дошла очередь. У меня сегодня прям такой, знаете, синдром Золушки. Хочу разобрать холодильник. Поперемыть все, вытащить все эти. Все, что нужно и не нужно. Такое огромное количество продуктов. Вроде в холодильник заглядываешь, ничего нет. А так получается, что когда достаешь, масса всего. Если бы знали, мы все наперед. Что и когда будет с нами, где повезет, а где наоборот. Все. С этой стороны тоже очистила все ящички. Внутри навела идеальный порядок. Посмотрите. Белый. Идеально белый холодильник. Внизу все вычистила. Теперь хоть самому будет приятно посмотреть. Здесь у меня варенье. Две банки варенья съесть не можем. Показываю. Идеальный порядок теперь в холодильнике. Самая главная чистота. И ничего лишнего, что выбросить можно. Так. Вода у меня закипела. Посолить. Есть люди, кто отказываются от соли. Мы не можем отказаться от соли. Если макароны будут не соленые, у нас есть никуда. Спагетти. Сейчас они немножечко внизу будут мягкие. Их можно будет опустить. Сейчас посмотрим с вами на... Уже отзываются. Вот этот бекон. Welcome to the match. А я, наверное, за включенную яичницу оставлю. Какую-то часть. У нас бекон-то этот, собственно говоря, никто не ест. И вот он чисто нужен для вкуса, чтобы было вкусно. Так. Полезать надо. Полезать как можно мельче. Хотя вообще для моих как можно крупнее, чтобы они могли его убрать. Вот у нас сковородочка. Сейчас он прожарится здесь. Все макароны, все спагетти скрылись. Так. Нужно сделать заливку. Сейчас сделаем с вами заливку. Для заливки. Для заливки мне нужен сыр. Буду использовать не весь. Лучше, конечно, если это будет пармезан. У меня пармезана нет. Есть обычный какой-то голландский. Яйца. Добавляю сливки сюда. У меня 10-процентный домик в деревне. Чем больше будет сливок, тем больше будет соус. Соус очень быстро впитывается весь в макароны. Ваня у меня любит, когда чем соуса больше, тем лучше. Соответственно, осталось все это перемешать и добавить сюда чуть-чуть тоже соль. Лучше с перцем. У меня вот такая есть адыгейская соль. Она идет уже там с разнообразными приправками. То есть получается, что мы и посолили, и поперчили одновременно. В общем, добавили сюда все необходимое. Все вожареное пекон я добавляю макароны. Добавляю вот это изолитковое. За счет того, что я сюда добавила яйцо, то она, соответственно, будет более густая. И макароны будут более вкусными. Накрою крышкой. И пусть немножечко у меня потомится, пока я здесь помою сразу посуду. И в самом конце, когда я уже все убрала, я обязательно чищу раковину. Сегодня чищу соды. Вообще, обычно грязной. Ну, грязная у меня закончилась. И, в принципе, загрязнения небольшие. Самые большие загрязнения обычного раковина от чая. И в обязательном порядке у меня вот эти тряпки. Это просто мое спасение. Я без них вообще просто не могу. Это очень удобно. Я их постоянно меняю. Вот этого мотка мне хватает где-то, наверное, приблизительно. на неделю. Вот если где-то что-то там упало или еще что-то, то вот эти тряпочки. То есть долго они у меня не лежат. И я не стираю раньше. Помните, стираю? Кто еще стирает тряпки, скажите? Ну, кто-то, наверное, стирает тряпки. Ну, то есть, как бы, многие говорят, там тоненькие, да? Но ты берешь вот двойной слой. Если ты вот так вот вытираешь, то, ну, в принципе, как бы тебе вытрется любая поверхность. Ну, как, Ваня, соус получился? Ваш вкус? И я сажу. Смотрите, ты, боже мой. Ну, что-то вот, я не знаю. Я, я... То есть, у меня, знаете, вот делаю и делаю, делаю и делаю. Ну, как вот, знаете, как? Начинаешь разбирать один угол. Понимаешь, что там его нужно добрать. Потом понимаешь, что от этого угла зависит какой-нибудь другой угол. Там, с вещами, с одеждой. Ну, вот, со шторами надо заняться. Но мне нужна помощь, потому что нужно снимать этот карниз, чтобы их снять. У меня вообще обожаю макароны с сыром. Вот, самое любимое. Макароны с сыром. Помидоры сейчас в основном стараюсь брать черри, потому что вот эти крупные помидоры, они все что-то как-то, ну, не очень вкусные. Есть, конечно, вкусные, там, азербайджанские, на рынке, их можно купить. Но они стоят уйму денег сейчас 450-500 рублей за килограмм. А вот те, которые у нас продаются, их вот куда-нибудь для жарки, нормально, которые на агрофермах выращивают. А вот черри, а у них хотя бы вкус помидора есть. Смотрите, что они делают. Вот я вам что сказала. Бекон, я старалась его как можно крупнее порезать, чтобы была возможность его выложить. Потому что весь бекон идет ко мне в тарелку. Поэтому его добавляем чисто для вкуса. В общем, сейчас стала читать ваши комментарии и спросили меня про подушку. Значит, в прошлый раз я себе заказала вот такую вот классную подушку. Ну, чем она классная? Она как, типа, с эффектом памяти здесь. И она охлаждающая еще вот с этой стороны. Ну, в общем, я не сплю на ней, не для головы ее использую. А вот это вот у меня место. Это мое идеальное, самое удобное место. Она принимает форму моей спины. И, в общем, я приехала из Сочи. Свою подушку на месте не нашила. Оказалось, что у меня муж отжал. Поэтому к 14 февраля я отобрала. Я ему заказала тоже, этой же фирмы, его подушку, его вариант. Это именно для мужчин подушка. К 14, как 14, не столь правильно. Ну, понятно, что, конечно, это так, маркетинговый ход. Но, тем не менее, подушки вот эти вот Белла Виста, они очень-очень классные. Вот это вот чем хороша? Здесь, как это, угольная подложка, вот этот вот, как он правильно называется, материал этот, я даже не знаю. Вот такая вот темная. И здесь вот такие вот тоже дырочки в том числе. Да, и она очень-очень мягкая, тоже с эффектом памяти. В общем, теперь мою подушку никто мне не тягает, но я бы и эту бы тоже бы отжала бы, на самом деле, себе. Эй, наша подушка, пути! Слушайте, теперь еще и Ваня должна заказать подушку очередную. В общем, ну а как, нас трое у каждого должно быть. У нас, на самом деле, море этих подушек, они все абсолютно разные. Но вот эти вот очень классные. У меня была в Икеи, у нее из Икеи. Вот эта вот вся часть оподралась, тоже скаталась. Ну, в общем, все со временем, в общем, раз в два, в три года их, конечно же, нужно менять. Ну, что таскать хочешь, вдруг, ну. Сегодня чуть ли не проглотил мой штатив, здесь стоял у меня наплясывал, а уж не знаю, что он тут наплясывал. К музыке готовился, по всей видимости. Да, кстати, угадал. Да? А ты там на музыке тоже будешь с микрофоном ходить в виде штатива и что-нибудь исполнять. В общем, дорогие друзья, вот такой вот сегодня у нас прошел день. Сейчас мне нужно для вас смонтировать видео, ну, выложу я его завтра. Сейчас, получается, на следующий день перенос, потому что опять у меня с утра сегодня видео вышло. Сейчас пока что у вас будет утром выходить. Не знаю, потом, может быть, как-то я войду в колею, чтобы вечер. Надо как-то утро пропустить, чтобы одно видео выложить вечером, чтобы кто уже привык к этому вечернему графику. И у меня к вам вопрос. Ваня, что ты тут, я не пойму, ходишь-то? На телефон-то рассмотрю. Красивый. Жестный. Я просто в шоке. Это ты, наверное, предвкушаешь день рождения свой, что ли, за два дня. У Вани есть такая особенность. Он очень спокойный ребенок. Но если у него приближается какое-то мероприятие, типа какого-то праздника, там Новый год, он за три или за четыре дня будет ходить, томно вздыхать, в общем, ждать этого праздника, ждать подарков. А подарков не будете, все подарили уже. Сегодня, знаете, зрительница наша написала, что она хочет сделать тебе, она живет у нас здесь, ну, можно сказать, в Зеленограде, Андреевка практически то же самое, что в Зеленоград, через дорогу. И она написала, Лена, я очень хочу сделать Ване подарок, приготовить ему торг, потому что она работает на хлебозаводе. Вот. И умеет это хорошо делать. Ну, мне прям даже неудобно было. Но очень приятно, очень приятно, что вот так вот зрители помнят, и самое главное, помнят про Ване в день рождения. Ну, в любом случае, торт на день рождения нужен будет. Вот. И многие написали вот в комментариях, что им нравятся больше обычные, живые влоги. Ну, собственно говоря, за что, наверное, меня и смотрят, что вот так вот... А они у тебя не живые? Нет. Ну, я спрашиваю просто, кому какие видео больше нравится смотреть. За кадровым текстом, когда ты что-то объясняешь, или всё-таки, когда ты присутствуешь в кадре и общаешься. Потому что мне кажется, что мой канал, он направлен больше на общение, нежели чем на... Хотя информации тоже у меня, в принципе, бывает много разной, полезной, повседневной той, с которой мы сталкиваемся вот ежедневно в нашей жизни. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения. И, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока.